Музыка Губернаторская программа «Открытый стадион» стартовала в августе 2021 года. Ее основная цель – доступ жителей Подмосковья на школьные и спортивные площадки в свободное от занятий время. Это удобные учащимся, которые могут заниматься спортом рядом со своей школой. Ребята и учатся, и спортом занимаются, и творчеством, и рисуют, и как-то себя самореализуют. Понятно, что в таком плотном мегаполисе терять время на передвижение, уходить из школы, ехать куда-то на другой конец города – это не очень хорошо. Поэтому и проект «Открытый стадион», и школа полного дня – она все следует отсюда. Беговые дорожки, уличные тренажеры, футбольные поля и площадки для игры в волейбол и баскетбол. Жители могут пользоваться всей инфраструктурой. В зимний период на спортплощадках планируется заливать катки. Один из таких многофункциональных объектов в Одинцовском округе – стадион, расположенный в Трехгорке, рядом с четвертым корпусом образовательного центра «Флагман» на улице Чистяковой, 10. Который уже второй год открыт для жителей нашего микрорайона по программе губернатора «Открытый стадион». Наш стадион открыт обычно в будние дни с 6 до 8 и с 18 до 22 с перерывом на наш учебный процесс. Ну и выходные дни с 6 до 22. Спортивные площадки, отгороженные от образовательного учреждения, имеют отдельный вход. По их периметру установлены камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный регион». Плюсы такой спортплощадки отмечают и местные жители. Это очень удобно, когда ты живешь вот здесь буквально в шаге от стадиона, когда здесь все открыто. Можно прийти, с утра побегать, размяться. Я сама очень люблю спорт. Хочу сказать огромное спасибо губернатору за то, что он предоставил нам эту возможность. И мы теперь можем приходить в любое время года бегать, играть, пинать мяч. Всего в округе для занятий спортом доступно 24 открытых для горожан школьных стадиона. На данный момент завершается подготовка еще одного объекта рядом с 14-й Одинцовской гимназией. При этом модернизация спортивной инфраструктуры в Подмосковье продолжится и в будущем. Все устаревшие площадки и стадионы отремонтируют для удобства жителей, подчеркнул Андрей Воробьев. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.